Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день, добрый день Уважаемые дамы и господа Вы слушаете радио Народная волна На частоте 14.30 М 99.1 ФМ На нашем веб-сайте RadioNVC.com Ну и конечно же на нашем YouTube-канале 8 мая это день когда В Европе и в Америке Отмечают день окончания войны А посему я не применил Воспользоваться добрым ко мне И к вам отношением Со стороны нашего общего друга Юрия Табаха И пригласил его сегодня в передачу Здравствуйте Юрий Здравия желаю Не можем не поговорить об этом дне Президент провел Мероприятие посвященное Дню окончания Второй мировой войны В Европе Мы не будем сейчас Устраивать политические дебаты На эту тему Поскольку Ну опять мнение как всегда Разное Это нормально Разные мнения Различные точки зрения Одни говорят что нужно праздновать Другие говорят что не нужно праздновать Одни говорят что это День окончания войны Другие говорят что это день победы Так или иначе это события Такого глобального масштаба День окончания второй мировой войны Страшная война Миллионы и миллионы жизней унесла Страдания Вот по этому поводу А вы у нас человек военный Вам и слово День окончания войны в Европе Но не окончание Второй мировой войны Вторая мировая война Официально закончилась Второго сентября 1945 года Когда На Сминце Мизури Была подписана Капитуляция Японии А Восьмого мая Была подписана Капитуляция Германии Фашистской Германии Как это называлось В Советском Союзе В Советском Союзе Даже называлось Что это Был День победы Над фашистской Германией Не был назван День победы Второй мировой войне Это уже Вот при Путине Извини, что я чуть-чуть Политизирую Это стали называть Просто День победы И все Победили И все Дело все в том Что я хочу сказать Нашим зрителям Нашим слушателям Я Те, кто из вас Празднует этот день Как День победы В Европе Как День победы Ну Сегодня Который Празднует завтра День победы Над фашистской Германией Или Второй мировой войне Особенно Если вы Люди Которые Помнят Эту войну Они Моего Поколения Которые Не помнят Этой войны Не знают Ничего Про нее В принципе Продолжайте Праздновать Я вас Поздравляю От всей души Радуюсь И здоровья Вам всем Перестаньте Про это Спорить Знаете Иисус Христос Тоже не родился 25 декабря Или 7 января Ни тот Ни другая Дата Неверная Но люди Привыкли Праздновать Для них Это праздник И какая Разница Празднуйте Я например Не праздную День рождения Иисуса Христа Правильно Я не праздную 9 мая Как день победы Над фашистской Германией Или день победы Вообще Я считаю Что это вообще Это мое личное мнение У вас может быть Своё мнение Поэтому я считаю Что каждый Может праздновать Какой угодно праздник Сегодня Например Окончание войны У нас Это называется Окончание войны А не день победы Потому что Вообще В войне победы Нет Нет победителей Пострадали все Если у вас погиб Не дай бог Сын Или дочь Или Или папа Или брат Сестра Ну какая это победа Ну в чём вы победили Вы потеряли Это Война Это ужас По всем Понятиям И параметрам Создавать из этого То что называется Попедобеси Тоже Неправильно Неверно Много людей Например Взять моего деда Он тоже воевал Вот кстати Я создал форму Его деда Со второй мировой войны Вот он был старшина В артиллерии Вот в 47 году Его посадили Ну как По 58 статье Еле вышел Ну какая победа А тех которые попали в плен А те которые были покалечены Изуродованы Что с ними после войны случилось Вот для них Эта победа была Я не думаю Я не думаю Что они что-то праздновали Или ещё что-то Надо Это я думаю Более Более снисходительно Более чутко Относиться Друг к другу И те из вас И победобеси Из этого делать Сегодня Конечно Обесценили Этот день Создали культ личности Я считаю Начинают наряжать детей В какие-то военные мундиры Начинают из их колясок Танки делать Но если вы хотите Это делать Давайте уже делать Всё точно Давайте уже какую-нибудь Девочку Оденем В одежду Почтальонки Пусть она этим мамам Раздаёт похоронки Говорит Вот ваш сыночек Такой красивый В коляске Танк Да Ну вот он сгорел В этом танке у вас У него ничего не осталось А у этого Оторвало ноги И ручки И вот его во фелье Отослали И он там догнил уже Или вот он попал в плен Ваш сыночек Но его значит Потом ещё в лагеря В советские отправили Как предателя Изменника Родины А ваш сынок Нормально Вот у него красная звезда Орден Всё Он был в загранотряде В охрам был Или ещё кем-нибудь был НКВД Там этот Особист Молодец Хороший мальчик Давайте уже всё это делать Играть так играть Знаете А не по-детски Я знаю Что до До 65-го года Да вообще Это был не праздник И вообще Это был не Одной день Даже Ничем Иначе Это уже Брежнев В 65-м году В честь 20-летия Создал такой праздник День победы Над фашистской Германией Над фашистской Германией А сегодня Конечно Немножко испогабили Этот праздник В России Там В Белоруссии И многим Это не нравится Хочу сказать Как военный человек Что в войне Вообще победителей Нет Есть те Кто выжили И кто не выжил Все люди Которые участвовали В войне Они Если были не физически Покалечены Изранены То они были Психологически Покалечены Изранены И это не Не только тех Кто участвовал В боевых действиях Вот окопных Таких Ребят И девчонок Это также И военные врачи И связисты Которые сидели Сутками Пытались связаться На связи Нет Это все У них переживания Это и механики Которые Ремонтировали Самолеты И потом ждали Этих летчиков Сбоя Это было психологически Все тяжело Это были тоже люди Которые оставались Калеками До конца жизни Многие из них Не могли создать Уже семью После этого После своих ранений И опять же И внутренних И наружных Люди Которые Почему-то Сегодня кричат У меня вот была Недавно передача Два дня тому назад Мужчина рассказывал Про своего папу Героя Ну в принципе Он пересказывал Какую-то чушь Из первого канала Из героического фильма Где ну Вещи не сходятся Не мог человек Быть допустим Танкистом От 41 до 45 года Проездить в танки Нет Даже по советским Документам Такого нет Его или ранило Или убило Или он ушел В штаб Или ротация произошла Ну вот в танке От 41 до 45 Нет Ни одного танкиста Нет такого И говорить Сегряшу У меня дедушка И там Оба дедушки Были Героями Летчиками Танкистами Разведчиками Тоже уже Немножко приелось Понимаете А где вот Смершевцы Где загранотряды Где вохровцы Где вообще-то Два Где два миллиона Тех Которые перешли На немецкую сторону Где те Которые Прикинулись Больными И не пошли На фронт Уехали в Ташкент Или еще куда-то Выкупаться Те которые Отсиделись где-то Или у всех Из нас У всех Я еще ни одного Не слышал Которые бы сказали Что вот у меня Там Ну пусть не родной дедушка Пусть брат дедушки Он отсиделся Он скрылся Или он Был в загранотряде Или он был в НКВД Ну нету таких людей Или Который сказал А у меня там Бабка Она вот соседей Сдала немца Потому что они евреев Прятали А им хряка за это дали Где эти все люди Неужели были все одни герои И все только танкисты И все вышли такие красивые Здоровые В ордена Нереально Нереальную сказку Показывают Поэтому Вот Романтизировать войну Ни в коем случае нельзя Одевать детей в эти формы Ходить можем повторить И все вот это Это нельзя Это криминально С моей точки зрения Опять же Если люди считают Празднуйте Я вас не сужу Ничего Празднуйте Дай бог вам здоровья Сегодня хочу поздравить Я знаю одного такого человека Иван Степанович Иван Степанович Мартыни Вот Иван Степанович Ему сейчас Наверное 96-97 лет Надеюсь Что вы в здраве Был окопный Офицер С 1943 по 1945 год Два раза ранен Здоровый Такой Небольшой Мужичок Жизнерадостный Желаю вам здоровья Вы Отмечаете Этот день Вы не называете Его праздником Но вы Отмечаете этот день Поэтому я вас Поздравляю Желаю вам здоровья Ну в принципе и все Да У нас есть радиослушатели Довольно преклонного возраста Те из них Кто будучи детьми Прошел через время войны На их долю Тоже выпало Хлебнуть этого Горя Я не знаю Стались ли живы Те кто принимал участие Непосредственно в боевых действиях Потому что все таки Время уходит Сегодня 75 лет Отмечаем Со дня окончания войны Ну плюс там еще 15-20 лет Ну так или иначе Если вы празднуете Празднуйте Я с вами абсолютно согласен Если люди празднуют Празднуют Если люди отмечают Это как день памяти Павших И это правильно Потому что Много погибло людей И это нужно делать Может быть даже Это правильнее Отмечать Как день памяти Павших Ну и честовать Тех кто пережил Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Во-первых Спасибо за вашу передачу Я не знаю Просто я вас сейчас Отключил Сел в машину Кто это выступал Спасибо конечно За разрешение Капитан первого ранга Юрий Табах Да А во-вторых Мне кажется Что вот Был задан Такой вопрос Здесь все Которые в загранотрядах Которые в НКВД Мне кажется Очень многие здесь И которые В принципе Выжившие Все наверное И служили в загранотрядах И в НКВД И прочее И не любят Об этом говорить Такое мое мнение Может они где-то Вот тут Рядом с нами Сейчас И все Ну я думаю Что рядом с нами Уже нету Потому что Это тоже люди Уже были бы в возрасте Но я с вами согласен В том Что я Просто сегодня Я думаю Ну не день Когда об этом говорить Ну а в принципе Другого дня И нет об этом говорить Понимаете Дело все в том Что надо осознавать Кто мы И что мы Иначе ничего не получится Надо проводить Как бы Нуренбергский процесс Внутри себя В первую очередь И почему в России Сейчас так Потому что Не было Нуренберг Потому что Не осудили Ни Сталина Ни НКВД Ни КГБ Ни коммунистическую партию Поэтому там Вот продолжается Такого же рода Жизнь Происходить В отличие там От Японии И Германии Если учесть То что происходило На территории Советского Союза А что происходило Ну там Всегда Еще даже В имперской России Люди оттуда уезжали Многие вообще По-русски Не говорили Говорили по-французски Или по-немецки Ну зависело От политики Потом Произошла Революция Очень много Людей Уехало Мыслящих Знающих Сокорские Рейковары Те 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 Которые Создали Ядерную Подводную Лодку В Америке Те Создали Вертолет Те Создали Телевизор Они уехали Эти люди Потом Поубивало Многие Которые Пытались Сопротивляться Этому Насилию Большевистскому Потом Начались Сталинские Репрессии Те люди Которые Что-то Хотели Сказать Или Те люди Которые Еще Будучи Большевиками Пытались Говорить Мировая Война Уничтожила Многих Героев Которые Вперед В атаку Смелые Которые Просились На фронт Долго Они не Выживали Поверьте Мне Это была Очень короткая Для них Жизнь Или Сильно Покалечило И опять Покалечило Внутри Потомства У этих Людей Не было В основном Значит Кто Мы Кто Мы Значит Мы Продукты Или Подлецов Или Трусов Или В лучшем Случа Те которые Были В задних Эшелонах Но потом Опять Репрессии Сталинские Советская Власть Мы В лучшем Случае Тогда Ну Тем Кому Повезло Уехали А в лучшем Случае Мы Ну Там Продукты Вот Приспособленцев Которые Сидели Дома Говорят Тихо Юра Не говори Не надо Зачем ты выступаешь Лучше Не надо Соседа Там Режет Не вмешивайся Не твоего Дела ума Вот такие приспособленцы Я думаю Что вы правы Что большинство Из нас И вы тоже Кто позвонил Себя не исключайте Когда вы говорите Что они среди нас Здесь живут Вы тоже К ним относитесь И я к ним отношусь У нас у всех Наверное Я даже уверен В семьях Были такие люди У наш генофонд Вот тех Которые сегодня Говорят по-русски Ну То что мы сейчас Называем русским языком Не очень хороший Не очень хороший Я даже тебе скажу Про вот этого Моего дедушку Который прошел всю войну У него медаль славы Медаль за отвагу Видимо был отважный мужик Но После войны Его арестовали В сорок седьмом году Пятьдесят восьмую статью Дальше Кстати я об этом не знал Пока я в Америку не приехал Мои родители Это не говорили Это тоже приспособлечество Это тоже Страх Трусость И вот моя мама Потом рассказывала историю Как он значит Был в лагере И он говорил Что когда он ее увидел Первый раз Он плакал И говорил Извини Я думал У вас их увидят Потому что Он говорит Да-да-да Я подписал Я На людей невинных Подписал Что они участвовали Со мной В этом заговоре Против чего-то Сталина Нарисовали не так Десять человек Или сколько Это он Невинный Подписал Вот мой дед Он кто Герой Или нет Он кто Победитель Или тот Кто проиграл В этой войне Эти вопросы Очень Очень сложные И когда люди Рассказывают О своих Родителях О своих дедах Как они героически Были танкистами Летчиками Разведчиками От 41 до 45 Года От Москвы До Берлина Понимаете Ну Неправдоподобно Это все Если вы спросите Помните Такой фильм был В Советском Союзе Назывался 17 мгновений Весны Конечно Легендарный фильм Да Там такой герой Штурмбанфюрер СС Штирлиц Полковник Исаев Вы представляете Что этот человек Должен был Сделать В своей Карьере ССовца Чтобы дослужиться До штурмбанфюра До полковника Сколько Детей Людей Он должен был Замучить Просто так Он не мог им стать Это не просто так Что у него сняли Полковника Исаева Погоны И одели На него Шевроны Штурмбанфюрера СС СД Еще Причем Контрразвед Где он Ищет Шпиона Ищет Самого себя Вы понимаете Я никогда Над этим не задумывался Но сейчас Когда вы сказали Я понял Вообще Действительно Чтобы дослужиться До такой должности Что должен был Сделать Полковник Исаев Да Вот поэтому Когда люди говорят Мой дед Там был командиром И он там Значит Все в атаку И там Избил И Любили его солдаты И шли за ним Послушайте Если вы его сегодня С того света вернете И скажете Дед Вот Понимаете Эти люди Они принимали много решений Нехороших решений Они отправляли людей На убой Зная Что их убьют Отдавали приказы Которые были Нехороши Потом Ретроспект Понимая Что это не то Или выполняли приказы Которые понимали Что это Ты сейчас убьешь Всех положишь Всех своих солдат Это Понимаете Что война Это унижение Это или ты гонишь На убой Или тебя гонят На убой Это глупо Это бездарно Ходить в эти Лобовые атаки Ходить в эти разведки Где ты знаешь Ты оттуда не вернешься В основном Разведчики Не возвращались С дозора Это в кино Они возвращаются Понимаете Поэтому Это унижение Это то Что ты Не было такого Это все люди Покалеченные Покалеченные Везде И снаружи И внутри Поэтому не было Таких героев Поэтому они никогда Не одевали Эти ордена Настоящие Поэтому они никогда Не праздновали Для них это было Все не праздник Это для них был Ужасный сон Который они все Хотели забыть Настоящий Настоящий Те которые там Побывали Поэтому надо Это учитывать Когда вы Рассказываете о героизме Своих Дедов И отцов Во-первых Мы не знаем Сегодня все это Перевернуто Сегодня это Гастелло Не Гастелло Этот Матросов Не матросов Черт знает что Все перевернуто Мы не знаем Чем они занимались Мы не знаем Кто они были В лучшем случае Они молчали И ничего не говорили Юр Мне очень жаль Прерывать Но мы обязаны Прерваться Сделать короткий перерыв Буквально на пару минут Возвращаемся в программу Народная трибуна Я хочу напомнить Сегодня на Народной трибуне Вместе со мной Капитан первого ранга ВМФ США Гарри Юрий Табах И мы обещали Принять звонки Юр если вы не возражаете Конечно По моему тема вызвала Такой отклик В душах наших радиослушателей Давайте попробуем Добрый день Добрый день Добрый Добрый день К сожалению Я человек уже не молодой Я родился 6 лет После окончания войны Мой отец И мой тесть Оба были францовики Мой отец действительно летчик Есть летные книжки Есть фотографии Есть Ну много доказательств Тестя с 41 Он с 39 года в армии Мой отец с 41 года По 43 год в пехоте Оба закончили войну После тяжелой хранения Но Я никогда Не видел Чтобы они Отмечали День победы Тихо сели Тихо выпили Ни одного Рассказа Ни одного От отца Вообще не слышал А Отесть Только в конце жизни Там уже Когда оставалось Несколько месяцев Несколько случаев Так рассказал Вот И прожили они После этого Совсем недолго И один И второй Поэтому мне Стыдно Примазываться К чужой славе Понимаете Это не моя слава Это их слава Это они победители Это они А мне вот этот вот пиар С фотографиями С криками С песнями С красными лентами Это стыдно По крайней мере Мне Спасибо Спасибо Это я хочу сказать Что Мне дед Рассказал всего Три истории От одной Я описался И испугался И моя бабушка Его выгнула Из дома Но он был По-моему Тогда не трезвый А я был Маленький Еще совсем И я Честь и слава Вашему отцу Летчику И таких людей Много Есть Потому что Я не хочу Чтобы люди подумали Что я сказал Что таких не было Или такие не выжили Выжили Были Но это как раз Были больше Как исключение Чем как правило После такой Ужасной бойни Которая Происходила Дело все в том Что вы абсолютно правы Все только рассказывают Про героических Родственников А вот Мне бы хотелось Услышать Про какого-нибудь Какой-нибудь еврей Написал Что его там Дедушка или папа Был в НКВД Был в расстрельном отряде Или какой-нибудь Украинец Который сказал Что там Да Значит Его бабка За хряка Сдала Соседи Которые прядали Евреев Вот это было бы интересно Хотя Сегодня Мне прислал Видео Один человек Он по-моему В Филадельфии живет Где его сын Сделал про своего прадеда Который как раз Был в НКВД И который участвовал В разгроме Кронштадтцев И описывает это так Ну как ребенок Это видит Не приукрашивая ничего И говорит Что вот Дед Вот да Ну тогда Такие понятия У него были Был очень интересно Смотри Когда ребенок Даже в Америке Создал такое Такое видео Вот это было бы Интереснее Когда люди Вышли И рассказали Что-нибудь Такое Интересное Но я понимаю Что мы не знали Этого Про своих родственников Это все Скрывалось И искажалось Юр Вот интересный Комментарий В Фейсбук Правда не про войну Но тем не менее Вот что пишет Наш зритель В Ютуб Что ей говорить Моя мама Пошла в КГБ Когда мне пришел Вызов из Израиля И попросила Посадить в тюрьму Меня Моего отца И младшего брата Как предателей Родины Да Ну это еще Ты знаете Это же я не помню То ли не Бабель Я не помню Кто это сказал Говорит Да Сталин был ужасный человек Но 4 миллиона доносов Кто написал Да Давайте примем Следующий звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Здравствуйте Здравствуйте Юра С возвращением Вас Родные Манаты Скажем так Из Украины Вот Сегодня Путинская пропаганда Всячески старается Примизить Роли Соединенных Штатов Во втором мировой войне В виде помощи Ленд-лист Или же Открытие Второго фронта А вот И у меня вопрос Как К специалисту военному Вам Юра Вот Если бы Япония Не напала бы на Белл-Харбор И Америка Не объявила бы Войну Японии И немцам Как долго бы Продержался бы Советский Союз С помощью Америки И вообще Участие Соединенных Штатов В Великобритании В Второй мировой войне Потому что Если бы Япония Почувствовала Что Америка Не помогает России То они бы Наверняка Напали бы На Дальний Восток И Сибирь Спасибо Ну да Это Сейчас Это Склонительным Разные варианты Могли конечно Быть Разные вещи Произошли От этого Сложно Сказать Я думаю Что недолго Советский Союз Продержался бы Против Германии Ну во первых Я думаю Что Германия Не хотела Гитлер Не хотел Начинать войну Против Советского Союза А это была Его атака Приемная Он атаковал До того как Советский Союз Советский Союз Готовился его Атаковать И он атаковал Таким образом Отбить И разбить Армию Врага До того как Они разобьют Тебя Есть такой Это Это Известный Маневр Единственный В принципе Который Можно принять Чтобы разбить Врага Который Больше И крупнее Тебя А Советский Союз В те времена Был больше И крупнее В принципе Войну Начали И Советский Союз И Германия В принципе Одновременно По договору А не то Что там Германия Напала На Советский Союз Это в принципе Были два Диктатора Два кровожадных Лидера Которые Были Такой Культ Смерти Что у одного Что у другого В принципе У них все Вы знаете Есть Сейчас в интернете Вы найдете Что они были Абсолютно одинаковые По многим Почтениям Только большая разница Между ними Это был размер усов И все Больше ничего Разницы никакой Не было Без помощи Конечно Вы не смогли Разбить Потому что Помощь началась Сразу В 41 году И от Великобритании И от Соединенных Штатов Вот этот Лайн Лиз И от многих Других стран Союзники Были другие Союзники У Советского Союза Были Намного мощнее Чем у Германии И джипами Снабжали И студебекер Потому что Не было бы Катюш без студебекеров Ну много И Т-34 Тоже сделаны Из стали Американские Двигатели Тоже тракторные Американские Много чего И самолеты И даже танки Американцы Поставляли Советскому Союзу Это была Огромная помощь Ну и не только Вот эти вот Тулупы Которых вы видите В кино В которых ходили Офицеры Советские В овечах Это было Прислонность Монголии Это не советские Много всего И не говоря уже О пеноцелине О лекарствах О инструментах И о всем О всем О всем Поэтому Конечно Я думаю Мы не устояли Этот напор Но самое главное Было не это Самое главное Я считаю Что смотрите В Белой Гвардии После Во время Гражданской войны Белогвардейцы Смогли набрать Только 200 штыков Только 200 тысяч Человек Пошли в Белую Гвардию Вот Насколько Не поддерживалась Монархия Тогда Даже офицерами Примерно Столько же офицеров Пошло и в Красную Армию Царских А в 41 году Вы знаете Сколько людей Советских Перешло на сторону И воевало На стороне немцев 2 миллиона 2 миллиона Вот За 20 лет Каких-то Насколько Изменилось Отношение К власти Поэтому Конечно Это было Люди Сначала Принимали Там В Украине Везде Принимали С солью И хлебом Немецкие Войска Потому что Они думали Что это Освободители Потом Они поняли Что они Еще хуже Чем Сталин Примерно То же самое А первоначально Так не было Поэтому Да Я думаю Война могла Повернуться Совсем Другим боком Еще я хочу Сказать Что Потому что Я знаю Что на меня Сейчас налетят Мои братья Евреи Скажут Что Советская Советская Армия Советская Власть Спасла Евреев Она Не Спасла Евреев Во-первых Такого Не было Задания У советской Армии Да и ни у какой Армии Не было Такого Задания Ни у американской Ни у какой Спасать Евреев Не было Генерала К которому Была поставлена Такая Задача Спасение Евреев Это был Такой Побочный Эффект Войны Вот и все Они Не Не Собирались Спасать И даже К концу войны Или после войны Не знали Что с ними делать Айзенхауэр Не знал Что с ними делать Он Решил Что лучше бы От них избавиться Не Айзенхауэр Извините Рузвельт Рузвельт От них избавиться Потому что Ну что ты С этими Больными Людьми Уже Из концлагерей Возвращаться Они не хотят В те места Откуда Они Тоже Которые потеряют Психически Все ненормальные И когда Его просили Бомбить Хотя бы Разбомбить Газовые камеры В Освенциме Он отказался Потому что Там люди могут погибнуть Чепуху какую-то Ну и потом Придумали Что самолеты Летели на боевое задание И они не могли Бомбить Там Где До того Как они Проводили Боевые Стратегически Значимые места Которые Они должны были Бомбить Там в Дрездене И везде Но это Неправда Тоже Потому что Часто Самолеты Летели Обратно С боевого задания С полным Боевым комплектом Не 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 сбросив Эти бомбы Так и на обратном пути Они могли Разбомбить Освенцим Газовые камеры В конце концов Разбомбить Железную дорогу Сейчас Которые На сегодняшнем Дне Не говорил На самом деле Приемы Какие-то День продолжают Посредственно Прошел Трудно Был список Устраивало По политическим Если Трамп Выиграет Второй То это все Болото Сольется И многие люди Пойдут в тюрьму Поэтому Было и завязано Не ФБР Я не хочу говорить Что ФБР Было в этом вмешано Но верхушка ФБРа была И они Были в заговоре И Попытались Свергнуть Демократически Избранного Президента Потому что Они понимали Что когда начнется Разборка Когда начнет Это всплывать Он человек Которого Не из их Элиты Не из их Эстаблишмента Он не замешан В этих делах И он понимает Что происходит Он начнет И я думаю Что многие из них Сейчас Когда начнутся Расследования Пойдут в тюрьму Потому что Совершен был Поймите Что это была Попытка На свержение Власти Незаконным образом Как КГБ Они действовали Как КГБ КГшники Которые Действуют Для сохранения Той власти Которая устоялась Вот это вот Клинтон Бушевская власть Два клана Которые определили Страну И теперь Этим действуют Конечно же Это никому Это очень опасно И они пытаются Избавиться Трампом Любым способом Теперь коронавирусом Теперь еще чем-то Все время Я вообще-то Даже переживаю За его Безопасность Из-за этого Потому что Это во-первых Огромные деньги Огромные Огромные Движения Это очень Это очень страшно Даже подумать Что такое Происходило В нашей стране И что было В этом Замешана Такая организация Как ФБ Такая благородная Организация На которую Все верили Генерал Флинт был Очень И есть Человек чести Он герой войны Он Мало Немного Трехзвездный Генерал Генерал Лейтенант И он Командовал Очень много Вещей Он Он Снал Много Вещей Поэтому Когда Он Стал Про Траповский Он Оказался Очень Большой Опасностью Мы Военные Люди Мы Военные Люди Я могу Отвечать Сейчас Говорить За военных Людей За всех В принципе Я не люблю За всех Говорить За всю Советскую Власть Но за военные Мы Люди Патриотичные В своих В своих Понятиях Мы Под присягой Я уже давно Не на службе Военной Но я все равно Живу По По уставу Я живу По коду чести И генерал Флэн ничем не отличался Даже может быть Больше И когда К нему Пришли Вот эти агенты ФБР Мы их считаем Нашими братьями Мы их считаем Братьями По оружию Он доверял И я им Доверял Всегда Это люди С которыми Мы по одну сторону Баррикад Защищаем Нашу страну Они на одном фронте Мы на другом Но мы вместе И он им доверил Они его взяли И вот так подставили Они его взяли И шантажировали И взяли И использовали Вот эти вот КГБшные методы Что больше всего Меня расстраивает Будь моя воля Когда найдут Виновных Когда их суд осудит Я бы их расстрелял За попытку Свержения Законной Демократической Власти Представляете Если бы у них Это получилось Что бы было С нашей страной У нас бы был Советский Союз У нас бы В конце концов Были одни и те же Люди у власти Они бы Зарупировали И мы бы жили В Советском Союзе Вот в чем была Самая большая опасность Самая большая опасность На мой взгляд Также заключается В том Что Ну понятно Элиты Которые отстаивают Свою власть Свои деньги Свои привилегии Но И Заявление Шифа На сегодняшний день И заявление Коми На сегодняшний день То есть люди Не раскаиваются В том Что они совершили Нет Они дабл даун Они еще больше Ну им деваться некуда Но больше Но больше всего Меня огорчает Что Ну те то борются За власть За деньги За влияние А вот Те Кто Кто ходит Голосовать Кто принимает Участие в выборах Половина населения По прежнему Не понимает Что произошло Или понимает Но их это устраивает Ну точно так же Как и у многих людей Устраивает Что 9 мая Это день победы И вот Это память Наших дедов И они не хотят Понимать Что это не совсем Было так Потому что Это комфортно Это привычно Конечно влияние СМИ Но у нас СМИ Понятное дело Куплено И продано И еще раз Куплено Леваками Левыми силами И в этом Огромная опасность В этом Огромная проблема Я хочу призвать Я знаю что Много людей В Чикаго В Нью-Йорке В Калифорнии И вы не идете Голосовать Потому что Говорите Ну смысла нету Потому что все равно Эти штаты будут Останутся синими Останутся демократическими штатами Поэтому мой голос Ничего не решает Нет Не правда Все равно Идите голосовать Мало того что Идите сами голосовать Берите кого-то за руку Свою дедушку Бабушку Этого же И ведите их голосовать Своего соседа Берите за руку И прям Ведите голосовать Потому что Тогда они не смогут Хотя бы Аргументировать Что популярный голос Он проиграл Или популярного Голоса Нет Все равно Ваш голос Будет засчитан Да Ваш штат Может быть Не перевернется Но ваш голос Будет засчитан А там Кто знает А там может быть И штат перевернется Но все должны Другой способ Протеста Это вооруженное восстание Я надеюсь Что у нас не дают До этого Очень хочется верить Что до этого не дают И вы абсолютно правы На самом деле Если посмотреть На статистику То ведь По-моему Процентов 40 Принимает участие В голосовании Это значит Что молчаливое большинство Просто Те кто понимает Что происходит Те кто не Принимает То что происходит Но Как бы Опустили руки И думают Что наш голос Ничего не решает На самом деле Если все Поднимутся Те кто не Согласен С политикой Демократов И пойдут Проголосуют Что да То даже Такие штаты Как Иллиной Сможет перевернуться Ведь было же Сарайгана же Проголосовали 49 штатов Ну проголосовали же Да Поэтому вполне возможно Ну конечно Есть процентов 20 Населения Которые Просто Ну никак Не поменять Ни мнения Ничего Просто вот нет Нет Только демократы И все Не важно Кто Не важно Преступники Нет Они говорят Да Что это Не важно Любой ценой Избавиться От Трампа Любой ценой Даже если мы Поведем Экономику Американскую В жертву Это демократы Говорят Даже если Наша экономика Рухнет Потому что Это самый Сильный Конек Трамп Трамп А теперь Все время Все время Один и тот Лидер Как там Жириновский Как Зюганов Один и тот же Лидер Они все Голосуют Одинаково Там Нету Один или Два Могут Что-то От них Отбиться Но Это Но Это Ненадолго На следующих Выборах Этих Людей Уже Не видно Среди Демократ Не видно Да Среди Поэтому Это Секты Которые Сбирают И Которую Попасть Это Не просто Поэтому Они не Ожидали Что Трамп Окажется Президентом Но Не рассчитывали На это Поэтому Надо было Призывать Всех И Наши Органы Безопасности Разведорганы ЦРУ Возглевал Коммунист Человек Который Был В коммунистической Партии Джон Брэнн Брэнн Он был Коммунист Понимаете Это И Вот это Левое Настроение В нашей Стране Мне Ужасно Это Говорить Но При советской Власти Было лучше При советской Власти Было лучше Потому что Мы боялись Социализма Мы боролись По всему Миру С ним Я хотел Уточнить Некоторые Некоторые Неправильно Понимут Немократия Либеральная Левой Потому что Советский Союз Он был Опасен А когда Советский Союз Распался Все И вот Это Началось Вы знаете Что наши Университеты Сегодня Больше всего Поддерживаются Китайцами Китайские Гранты В основном Там Участвуют В одном Гарварде Сколько Миллионов Долларов Студентов Китайских А теперь Мы удивляемся Этому Удивляемся Всему Вся Эта Левая Машина Которая Нас Уничтожает Я не хочу Меня сейчас Обвинят В расизме Или еще В чем-то Но Я не говорю О какой-то Расе О черной Белой Или евреях Крестьянской Или мусульманской Нет Я говорю О цивилизованном Мире И диком Мире Понимаете И когда Вот эти Левые силы Чтобы Подкупить Чтобы работать Они ставят Во главе Всемирной Организации Здоровья Из Эфиопии Людоеда Который Вообще Не врач Который Работал На Убийцу И У которых Эфиопия Китаем Купленная И теперь Как же так Как же так Что же случилось Он взял взятку От Китая Он вот так Китай покрывал Это все Ну нельзя Людоеда Ставить И думать Что он будет Цивилизованным Человеком Или во главе Международного Трибунала Поставить Самалийку Которая Была Прокурором У реального Людоеда Она Судила Людей Она отдавала Под суд Людей И За колдовство Те которые Ну против него Хотели что-то сказать Или что-то действовать Оппозиция Была суждена За колдовство Теперь она возглавляет Международный Трибунал И Удивляемся Как же так Интерпол Интерпол У нас возглавляет Международная Организация Это все Под ООН Под ЕДО Которая должна Ловить Преступников Международных В основном Финансовых Преступников Да Возглавляет Китаец А его зам Россиянин Вот две Некоррумпированные Такие страны Которые должны Ловить Коррупционеров Понимаете И потом Эти все Леваки И мы все Сидим И думаем Как же так Как же так Напоминает Нашего Мэра Нью-Йорка Дебил Азио Дебил Азио Да Потому что Он выпустил Всех Криминал Из тюрем И через неделю Скал Как же так У этих людей Нет совести Я их выпустил Чтобы Не заражались Коронавирусом А они Начали сразу Торговать наркотиками Совершать грабежи И заниматься Криминалом Одного уже Поймали три раза Опять же Три раза уже Полиция И три раза Его отпустили Но главное Что он не заболел Коронавирусом Понимаете А то что он там Грабанул Изнасиловал Это уже Вообще Ситуация Перевернута С ног на голову По-моему Орвел Нервно курит В сторонке Когда убийц И насильников Мы выпускаем Из тюрьмы Потому что Коронавирус А хозяйку салона Которая Открыла салон В Техасе Не потому что Она Селфиш А потому что У нее дети Которых она должна Кормить Она не могла Подать на пособие По безработице Поскольку она Селф-эмплойд Ее мы сажаем В тюрьму За это Я бы согласился С этим Если бы судья Который сидел И присудил Ее это Сказал Вы знаете что Дорогая Я тоже зарплату Не получаю Я ее отдаю Вот чтобы поделили Между всеми Теми кто Но он то получает Зарплату Полицейские то Получают зарплату Чиновники получают Зарплату Мало того что Они получают Им еще и надбавка Какой-то за 1200 долларов От федералов Пришла За что Не понятно Вот мне за что Я получаю свою пенсию Военную Как я должен получать Моя финансовая ситуация Не изменилась Ничем Мне еще Мне этот коронавирус Пошел Мне еще 1200 долларов Дали За что Причем тут это Вот если бы Эти чиновники Эти профессора В университетах Эти голливудские звезды Которые продолжают Получать С каждого фильма Что прокручивают По нетфлексу И везде Их получают Получают Тройл Если бы они сказали Вы знаете что Мы тоже отказываемся От своей зарплаты Вот парикмахеры Сейчас не получают зарплат Ресторанчики Официанты Водители грузовиков Не получают Работяги Эти все не получают Все позакрывали Да Женщина Которая мою собачку Стрижет Она тоже не получает Причем Моя собачка Пришел Сдал собачку Пришел Забрал собачку У меня никакого Контакта с ней нет Все позакрывали Да Вот если бы люди Сказали Вы знаете что Мы тоже зарплаты Не будем получать Мы тоже тогда Возвращаем это все В федеральный фонд Чтобы это поделилось Чтобы зарабатывать Для того чтобы обеспечивать Свои семьи Мы их готовы Сажать в тюрьму А они рвутся на работу А вот скажем Нэнси Пилоти Которая получает Двести двадцать Три с половиной тысячи В год Уже несколько недель Не работает Но деньги получают Почему она не отказалась От своей зарплаты Почему Конгресс и Сенат Не отказываются От своих зарплат Почему они тоже В карантине И говорят Нет мы тоже Не должны тогда Получать свои деньги Мы отказываемся Трам же отказался Нет потому что Они слуги народа Они же ради нас живут Они же вообще Днями и ночами Только и думают Как облегчить Нашу жизнь Как сделать Нашу жизнь Счастливее Есть наивные люди Которые не в это верят В какое-то Перевернутое время Мы живем Вообще С тех пор Как президентом Стал Трамп Какую-то значительную Часть населения Причем не только В Америке Во всем мире Поразил какой-то Синдром абсолютный То есть Мы уже не говорим О том что Конституция Это нечто Для американцев Всегда было святым Сегодня попираются Элементарные Права Конституционные Не моргнув глазом Просто вот Губернатор Мэр Начальник Вилледжа Так распоряжение Отдал и все Не оборачиваясь Не оглядываясь На конституцию Конституция Для левых Это вообще Непонятно что Они всегда Ей приняли И Гитлер И Сталин Это были левые Это были очень левые люди Абсолютно Конституция 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 36-го года Советского Союза Была самая Что ни на есть Как бы Прогрессивной Конституцией Но живем Мы по понятию Поэтому я говорю Что при советской власти Лучше было В Америке Это контролировалось Как-то А сейчас Не контролируется И все Вот эти Опять же Может быть Это заменилось Понимаешь В какой-то момент Мы Заменили Мудрость Образованием Вот человек Если он образованный Значит он интеллигентный Значит он там Значит он Моя бабушка Была мудрее Человек в жизни У нее было Два класса образования Но она была Она знала Правильно От неправильного Моменталь Потом мы Образование Почему-то Заменили на информацию Уже не нужно Образование Нужна просто информация Информацию Сегодня Вот Вся информация Что у нас есть Пожалуйста Сколько хочешь Этой информации Хоть перезвудись Но когда У тебя Такая Перебор Информации В основном 90% Это не информация А дезинформация И если у человека Он уже Отказался От мудрости Он отказался От религии От традиций От истории Эта информация Становится Опасной Или это дезинформация Потому что Он ее переваривает Этот человек Неправильно Кверх ногами Поэтому Тот кто хочет работать Пойдет в тюрьму А тот кто Хочет Грабить Насилователя Его права Будут защищены Я хочу вернуться К тому О чем вы говорили К выборам Кстати У нас есть тут Девятый Избирательный округ В котором уже С незапамятных Времен Заседает Джанчаковский Так Многие русскоговорящие Ее знают Потому что Это район Скоки Район Мортонгрофф Там в свое время Жил очень много Русскоговорящих Лично с ней знакома Она как бы Заигрывала с русской общиной Всегда Это муж Который уголовник В свое время Отсидел Пару лет За то что Фрод За то что Обокрал банк Ну в общем Тот еще Жил Который устраивал провокации Во время Трамповских Ралли Который платил Деньги сумасшедшим Чтобы они там Драки устраивали Так вот Ей На этих выборах Будет Противостоять Подполковник Американской армии В отставке Саргис Ангари Осириец Он был у нас Уже неоднократно В студии Наши слушатели С ним знакомы То есть Есть реальная Возможность Избавиться От Женщины Которая Ну И мне не хочется В эфир Произносить Никаких слов Другими словами Участвовать в выборах Это Наша привилегия Но это И гражданский В местных выборах Особенно Да Она все-таки Она в конгрессе США Уже столько лет Заседает Джен Чаковский Это та самая Которая объявила Байкот Премьер-министру Израиля Нетаньяху Который приезжал Уступать в конгрессе Она Продемонстрировала Своё пренебрежение К нему И призывала К бойкоту В общем Дорогие друзья В выборах Принимать участие надо Другого пути У нас нет И неправда Что наши голоса Не учитываются И ничего не значат Каждый голос Имеет вес А в местных выборах Вообще там Десятки голосов Решают Кто будет В местном Сенате И конгрессе Заседать И даже На уровне Соединенных Штатов Мы можем повлиять Мы можем Проголосовать За республиканца Сангари Разумного Военного Человека Который 24 года По-моему Отслужил в армии Вот видишь К сожалению У нас так работают Что генерал Флэн Это предатель Изменник Герой Из него сделали А вот подполковник Видман Это герой Главное чтобы было Против Трампа Если за Трамп То наш Любимый Знаменитый Джан Маккейн В демократической Партии Был Ну из чаде ада В принципе Он был психом Сумасшедшим Потому что Он из Лагеря военнопленных Вышел уже Ненормальным Он все время Хочет войны Он всех хочет Убить Это вообще За него голосуют Только те Которые хотят Третью мировую войну Как только Он сказал Одно слово Против Трампа Он сразу Стал героем Сразу героем Который До которого Дотрагиваться Нельзя было Не дай бог Ты что нибудь Про него сказал Тебя бы смешали Поэтому Это все Политизируется До такой степени До тошноты Юр Мне так жаль Останавливать Наш разговор Но к сожалению Времени нет Поэтому дай мне Обещание Что мы Встретимся И продолжим В любое время Я всегда готов Спасибо Спасибо огромное Спасибо И stay well Stay out of trouble До следующих встреч Спасибо огромное Спасибо за твое время Я знаю Что ты Бизи Принимаешь участие В разных программах Спасибо